Добрый день. Ну, соответственно, если мы говорим про молекулярную генетику меланомы, то там вообще-то за последние года четыре ничего принципиально нового не произошло, и поэтому на самом-то деле довольно сложно обновлять сладовые презентации, потому что всё самое главное вообще-то было сделано много лет назад и послужило как раз разработчик новых препаратов. Но на самом-то деле у нас три взаимозаменяемых онкогена, которые в результате мутации могут активироваться, это реципрокные события. Если есть одна мутация, то не будет другой. На самом-то деле мы это используем, потому что БИРАФ-диагностика довольно очевидная вещь за счёт того, что препараты есть. КИТ-диагностика тоже достаточно очевидная вещь для меланом слизистых, для акральных меланом, и мы тениб доступим, это знают. Но мы на самом-то деле частенько на практике делаем НРАЗ-диагностику, потому что если мы нашли мутацию НРАЗ, где никаких лекарств нет, мы остальное можем не искать вообще. А вот если у нас все три мутации отсутствуют в обычной меланоме на коже, то тут я уже позволю себе сомневаться, а может быть повторить микродисекцию, а может быть повторить анализ. То есть вот это использование тестов на генный РАЗ как внутренний контроль, это вообще-то значимая часть вот в такой реальной работе. чтобы убедиться, что отсутствие мутации – это истина, а не артефакт. Теперь распределение мутации. Ну, с кожными меланомами всё более или менее понятно, потому что там доминируют мутации РАФ, БИРАФ, и там эти тесты делают, опять же, благодаря тому, что препараты есть, тут все мотивированы. Сложнее дело стоит с мутацией МИКИТ. Там, во-первых, технически намного-намного дороже и сложнее тест, потому что БИРАФ – это очень маленький участок гена, надо проанализировать. А КИТ – это полностью ген надо проанализировать. Условно скажем, стоимость тестов, она практически пропорциональна размеру, который вы анализируете. И получается, что если на БИРАФ диагностику никаких ограничений нет, то КИТ-диагностика делается значительно реже. При меланомах слизистых, при акральных меланомах – это абсолютно необходимая вещь, потому что каждая шестая опухоль будет иметь мишень. При обычных меланомах кожи, насколько это оправдано, ну, это, честно говоря, только вопрос ресурсов, потому что пишут, что 2% частота мутации КИТ у нас в собственной статистике нет, потому что у нас при обычных мутациях подобные тесты делаются эпизодически, да и в мире подобной статистики на самом деле нет. Ну, на самом-то деле, я с удовольствием показываю эту нашу собственную работу, потому что это уже 10 лет прошло. Это как раз когда опубликовали первые результаты о том, что бывают мутации КИТ, это же мишень для ГЛИВЕКа. Мы систематически провели исследование слизистой меланомы, это второе по размеру в мире, потому что краситель слизистой меланомы – крайне редкая опухоль. У нас в институте один случай в год, но здесь ухитрились найти препараты с 50-х годов, то есть полвека им. Ну и показали высокую частоту мутации КИТ. К сожалению, проблема заключается в том, что мутации в КИТ активирующие бывают, это факт. Если вы нашли мутацию, это причина возникновения меланомы. Но далеко не факт, что у вас будет ответ на имотиниб, потому что вот эти мутации, они разные, они все активирующие, но все разные. Одни отвечают на имотиниб, другие не отвечают. Там есть относительно частые мутации, которые вот здесь на слайде перечислены. По ним статистика более или менее есть. Но еще примерно про 30 центов 30 составляют редкие мутации, которые толком не изучены. И это очень такая неблагодарная работа. Каждую отдельную мутацию изучать на предмет чувствительности к имотинибу, надо понимать, что это тоже вероятность определенная. А дальше вообще вот, к сожалению, в мире нет никакой системы диссиминации подобной информации. Потому что, поверьте мне, опубликовать отдельный случай, то есть, ну, грубо говоря, по каждой мутации результат, это становится невозможным. Журналы, они не принимают сведения об отдельных пациентах. Это не хватает ресурсов. С тем, чтобы какие-то были базы данных, куда бы складывалась бы объективная информация, проверенная, и чтобы сами врачи были заинтересованы в них предоставлять какую-то информацию, этого нет. Потому что здесь мотивация должна была еще и врачебного сообщества. И поэтому, на самом деле, в реальной практике частенько бывает, что находится мутация. Все равно, конечно, назначается ГЛИВЕК. Будет эффект, не будет. Это дело зачастую сложно, предсказуемое. И никаких механизмов вот такого хорошего обобщения этой информации, к сожалению, в современной медицине не создана. То же самое касается и редких БИРАФ мутаций. Это потом продемонстрирую. Ну, разумеется, есть БИРАФ мутации, самое частое событие. Тут есть два БИРАФ ингибитора. Сейчас в монотерапии их практически не применяют. Это всегда комбинация с МЕК ингибиторами, потому что при монотерапии ингибиторами БИРАФ очень быстро возникает резистентность. Механизмы резистентности. Здесь написаны термины из молекулярной биологии, но все эти механизмы резистентности, они укладываются в здравый смысл. Один вариант – это вот у нас есть мутированный БИРАФ, а опухоль эволюционирует таким образом, что она больше от активного БИРАФ не зависит. Могут быть самые разные варианты. Ну, например, запуск параллельных коллатеральных каскадов. Второй вариант – это модификация самой мишени. Ну, например, у нас же все равно есть зависимость между дозой препарата и эффектом. Они все равно подназначаются более или менее в максимально переносимых дозах, по крайней мере, с побочными эффектами. Что бывает в опухоли, когда амплификация гена происходит, была одна мутированная копия на клетку, а стало их 50. И получается, что количество продукта увеличивается пропорционально, и той переносимой дозы, которую вы препарата даете, ее не хватает просто, чтобы с этой мишенью справиться. Есть сплайс-варианты БИРАФ. Это, по сути дела, другая изоформа того же белка РАФ, который больше не реагирует на препарат и так далее и тому подобному. Но в отличие от рака легкого, в гене БИРАФ практически не бывает вторичных мутаций. Потому что вот здесь механизм резистента достаточно понятный. Вот у нас была одна мутация GFR, возникла вторая. Вот у нас резистентность к препарату. То же самое для АЛК. А здесь немножко другие механизмы. Но так или иначе, очень короткий ответ на монотерапию ингибиторами. Поэтому сейчас во всех странах считается, что нет вообще монотерапии БИРАФ ингибиторами, есть только комбинация с мегингибиторами. Следующий момент. Все-таки очень важно, я много про это говорю, очень важно, чтобы мы более или менее прогнозировали вероятность получения результата. Ну, в частности, вот посмотрите, распределение частоты мутации БИРАФ по возрасту. Если пациент моложе 40 лет, и это как раз про которых Алексей Викторович говорил, это те еще, кто могут себе позволить зачастую избыточный загар, потому что не очень заняты. И вот, соответственно, у них меланома практически всегда будет содержать БИРАФ мутацию. Почему я про это говорю? Потому что мы всегда смотрим на возраст пациентов. Если мы до 40 лет не можем найти, не видим БИРАФ мутацию при обычной меланоме на спине, мы всегда стараемся этот тест повторить, переделать, поискать редкие мутации, потому что здесь вероятность настолько высока, что здесь все-таки надо понимать, что здесь одним формальным анализом не обойдешься. Н-РАС мутации. На сегодняшний день Н-РАС мутации, еще раз говорю, мы определяем только для того, чтобы подтвердить достоверность теста, это внутренний контроль. А вообще были попытки для Н-РАС мутации применять препараты, ингибиторы. Идея такая, что на сегодняшний день технически до сих пор не удается создать эффективные ингибиторы против белков РАС. Там какая-то химическая проблема, я не понимаю ничего в разработке лекарств, но получается не разработать ингибитор, который будет связываться с мутированным РАС и его угнетать. Соответственно, попытки воздействовать на те мишени сигнального каскада, которые расположены под мутированным РАС, которые активируются РАС. Это киназомек. Ну и посмотрите, здесь вообще-то результаты, честно говоря, не такие уж плохие, с учетом того, что это безнадежная абсолютно категория пациентов, их лечить нечем. Вот еще одно испытание. Ну так или иначе, на сегодняшний день мек-ингибиторы, эффект этот столь небольшой, что они не зарегистрированы для лечения НРАС мутированных опухолей, хотя более или менее результаты клинических испытаний были, ну больше, чем ноль. Это не нейтральные, кому-то эти препараты помогают. Значит, теперь редкие мутации БИРАФ. Значит, в чем проблема? Изначально-изначально. Сам препарат разработывался на самую частую мутацию. Более того, тот набор диагностический, который используется сегодня для диагностики, это в первую очередь диагностический набор ИРОЖ, они надежно выявляют только вот эту мутацию, остальные нет. А частота остальных мутаций составляет 10% от общего количества мутаций. То есть, это не так мало. Доминирует вот эта мутация, ну плюс есть еще немножко другие. Это наши собственные данные. Ну, опять же, что получается? Если брать ДАБРАФИНИБ, то там, когда делалось регистрационное клиническое испытание, отдельно включали больных В600Е, как и при МИРАФИНИБе. Но в отличие от ВМИРАФИНИБа была предпринята отдельная попытка еще включить пациентов с мутацией В600К. Ну, посмотрите, вот здесь-то результат, честно говоря, он абсолютно сопоставимый с тем, что мы видели НРАС и МЕК-ингибиторы. Правда, одинаково выглядят водопады. Ну, так или иначе, мне сложно обсуждать особенности регистрации, но ДАБРАФИНИБ зарегистрирован для В600Е и В600К. А вот, казалось бы, такие же сопоставимые результаты для МЕК-ингибиторов они к регистрации препарата не привели. Я не знаю, почему это, ну, мне кажется, все-таки за пределами наших компетенций. Но так или иначе. Более того, когда мы берем адювантное лечение, где комбинация ДАБРАФИНИБа и ТРАМИТИНИБа, где в Европе есть регистрация, там тоже, в общем, пациенты две категории В600Е и В600К. Это все регистрационные показания. Значит, что существенно? Что существенно? Вот тут, конечно, проблема, потому что подавляющее большинство лабораторий, которые делают БЕРАФ-тест, они его делают не полностью. Они делают только самые частые мутации. И вот что интересно, чем старше пациент, тем значительно больше вероятность того, что вы найдете редкую мутацию. Ну, посмотрите, те пациенты, которые очень пожилые, старше 80 лет, у них четверть мутации приходится на редкие мутации. Вообще это все очень важные вещи, потому что, на самом-то деле, проблема еще заключается в том, что эти наборы, которые есть, они там, где мутация В600К, пишут ошибку, они пишут мутация В600Е. А вообще это, ну, допустим, вот был у меня в поле зрения у всех нас пациент с опухолепростаты, а у него на фоне опухолепростаты возникла меланома. Меланома опасная. Лаборатория выдала мутацию В600Е. Ну, с учетом того, что мы понимаем, что назначение препарата может привести еще к провокации второй опухоли, это много раз мы показывали Алексею Викторовичу, есть наблюдение с ракомолочной железы. Нельзя при первичном множественных раках назначать бездумно эти препараты, потому что, возможно, провокация второй опухоли, где дикий тип В600Е. Ну, когда В600Е мутация, то есть она твердо чувствительна к назначению препарата, это один разговор, потому что здесь все-таки действительно можно предметно сравнивать, какой у нас ожидаемый эффект на меланому и какие риски пробуждения ракопростаты. А вот когда у нас В600К, как оказалось на самом-то деле, когда уже мы стали анализировать эту мутацию и нашли, что там ошибка, а вот это уже другой разговор. При В600К я бы твердо возражал против назначения БИРАФ-ингибиторов, потому что при первичном множественной опухоли, потому что эффект минимальный, а вероятность активизации второй опухоли, которая тоже есть, она достаточно велика. То есть, казалось бы, это все мелкие вещи, но когда много больных и когда появились препараты, то есть они стали доступными, это все клинические ситуации, которые каждые несколько месяцев случаются. Это все не один случай на всю жизнь. Ну вот еще один пример. Посмотрите, третья по частоте мутация. Ну, по нашим данным, она не совсем третья, а по данным мировой литературы все-таки третья по частоте. К-601Е. Ну, соответственно, опять же, единственный способ пытаться ответить на терапию или не ответить, это пытаться назначать препарат. Ну, вот тут Федор Владимирович Моисеенко вел этого пациента, и там как раз обсуждали непонятно, что делать, потому что вроде бы по идее надо назначать комбинацию веморофенип плюс даброфенип, ну или там, понятно, два препарата. Но как можно назначать, если мы заведомо понимаем, что у нас, не понимаем, будет работать БИРАФ-ингибитор или не будет. Попробовали под контролем ПЭТ-КТ назначить все-таки веморофенип на короткое время для, ну, чтобы посмотреть, будет лечебный эффект или нет. Ну и как часто бывают, там какие-то промежуточные эффекты, потому что в серой зоне вот эти ситуации находились. То есть такого явного прогрессирования, в общем-то, не было. Можно было приписать это как стабилизация. Ну, к сожалению, закончилось все печально, потому что все равно выраженного ответа не было. И на самом-то деле задним умом. Ну вот теперь, если будет второй такой пациент, я, допустим, буду полагать, что здесь, если использовать препарат, то иммунотерапию, а не ингибитор оберав. Потому что наше наблюдение, плюс есть одно опубликованное наблюдение, где в рамках клинических испытаний у такого больного не было ответа. Вот критическая масса и накапливается. К сожалению, без вот подобных единичных наблюдений здесь не обойтись. И еще раз говорил я, что это проблема для современной медицины, именно редкие мутации, что очень сложно эту информацию, которая востребована, подвергать какой-то значимой диссеминации, чтобы ее заметили. Ну, еще важный вопрос, который часто задают, это очень часто бывает удалили меланому, пришел пациент спустя два года с рецидивом или там спустя год. Надо исходный препарат, повторную биопсию делать. При меланоме же это несложно, повторную биопсию сделать. Как себя тут вести? Ну, опять же, у нас проспективное исследование, достаточно предметное. И вот здесь как раз и доктор Егоренков сидит, Виталий Викторович Егоренков сидит, который тоже участвовал в этом исследовании. Идея такая, все-таки проспективно брали пациентов с меланомой. И какие варианты? Разные участки меланомы, это один сценарий, меланома и соответствующий метастаз, одновременно который удаляет другой сценарий, ну и третья рецидива меланом. Бывает гетерогенность внутриопухолевая меланом? В единичных, отдельных случаях бывает. Но я, исходя из частоты этого явления, что это крайне редкая гетерогенность в отношении значимой мутации БИРАФ. Я искренне считаю, что в подавляющем большинстве случаев от любого биопсийного материала на любом этапе достаточно для достоверного БИРАФ-теста. Значит, в каких случаях мы говорим о том, что нам надо пытаться все-таки ставить вопрос о гетерогенности? Ну, посмотрите, вот здесь перечислено. Атипичное течение, все входит в это понятие. Вот тогда я бы заподозрил, что это может быть там просто гетерогенность. Что очень характерно, у вас, допустим, один очаг уменьшается на фоне веморафенипа, а другой растет. Вот если другой очаг растет, почти наверняка это прилично множественная опухоль, это другая опухоль, которую мутацию БИРАФ не содержит. И тогда надо менять тактику лечения. Ну и, конечно, когда подозрительно большой интервал между исходной опухолью и рецидивом, всегда в онкологии, когда очень большой интервал между исходной опухолью и рецидивом, надо усомниться, а то ли это опухоль. И вот здесь молекулярные тесты как раз очень пригодны для того, чтобы ответить на этот вопрос. В любой опухоли. Для меланомы это тоже справедливо. Ну, еще раз говорю, что вот эта необходимость анализа нескольких очагов, это все-таки редкие клинические ситуации, они не являются правилом. Более или менее такие тесты, о которых много говорят. Совокупная мутационная нагрузка. Это очень дорогой тест. Это для иммунотерапии. Требуется секвенирование всего генома. Генома, мое мнение, лучше эти деньги потратить на препарат. Вот то же самое. Если есть эффект, хорошо. Если нет, отменить. Чем тратить эти ресурсы на подобный тест, который все равно, кроме корреляции, ничего не дает. Если бы он давал черно-белое распределение, ну, тогда это было бы оправдано. Ну, все-таки меланома за счет того, что там много мутаций, много антигенов, это опухоль, которая связана с солнечным облучением, там все-таки наиболее, так как это антигенные опухоли, там довольно большой интерес вызывают работы по подготовке индивидуальных вакцин. Посмотрите, что делает космическая наука в западных странах. Они берут пациентов, у которых меланома, условно-радикальная операция, 3С стадия, если я правильно помню, условно-радикальная операция. Значит, далее. Для каждой опухоли делается анализ всех мутаций, это полногеномное дисплинирование, и делается анализ индивидуального портрета пептидов и челя, функция которых представлять антигены системы иммунитета. Проблема, что вам мало знать мутации, вам еще надо знать индивидуальные особенности вот этой челя, они у всех людей разные. Соответственно, у вас два компонента. Это набор мутаций и набор пептидов и челя. На основе этого специалисты по биоинформатике ухитряются разработать оптимальные пептиды для вакцин. Это очень сложная работа, я не очень понимаю, как это делается, вот эти два источника информации. А дальше эти пациенты получают вакцину. Ну, что существенно? Значит, у них, у шести пациентов, у которых должен был быть рецидив в течение года, четыре остаются без рецидива более двух лет, а те, которые рецидивировали за счет того, что у них иммунитет уже за счет вакцинации, синсетизация произошла, у них полный ответ на терапию ингибиторами ПД-1. Ну, соответственно, в общем, то, что игра стоит свеч, потому что, по-видимому, вот подобный подход, он, ну, это не сложнее, чем хирургическая операция, грубо говоря. То есть вот самое сложное, что есть из-за персонализированной медицины, это операция. Все остальное, вот это все более решаемые задачи. И если это так действительно будет, то думаю, что, несомненно, подобные вещи будут внедряться, потому что, честно говоря, ничего потустороннего у нас нет, и нечто похожее, прототип этого мы совместно с нашими терапевтами, и мы унологами, и нашими коллегами из Москвы сейчас делаем. Там не такой высокий уровень этого, но так или иначе, это тоже подготовка кептидов на основе знаний о мутациях и на основе знаний индивидуальных антигенов. Это все решаемые, в общем-то, проблемы. Ну и, соответственно, выводы, значит, кому назначать тестирование? Здесь уже устарела вот эта первая строчка, я это не заметил, потому что сейчас все-таки в Европе есть регистрация уже и адъювантная комбинации, поэтому на сегодняшний день расширяются показатели для бирафтестирования, но надо понимать, что она оправдана только, когда есть препарат. Нет препарата, не надо делать бирафтесты, абсолютно это бессмысленно, ничего не дает. Меланомы кожи, это чаще ингибиторы, бирафт, надо ли делать кит-диагностику или нет, все зависит от ресурсов. Меланомы слизистов и акральные меланомы, обязательно надо делать тест на кит, потому что там высокая вероятность найти мутации, препарат доступен. Но надо понимать, что кит-тестирование значительно сложнее и дороже. Ну и, соответственно, вот эти алгоритмы на тестирование и решение, ну они, в общем-то, мало меняются. Спасибо за внимание. Спасибо, Евгения Омышевна. Да, Галина Эль. Все-таки те случаи реактивации других опухолей на фоне бирафт-ингибиторов у пациентов с меланомой, ну, вернее, с первично множественными опухолями, все-таки, по-моему, в большинстве случаев речь шла о монотерапии бирафт-ингибиторами. Все-таки мы знаем, что добавление мег-ингибитора вот эту активность парадоксальную, да, реактивации вот этого мап-сигнального пути уменьшает. И вот вопрос все-таки, сейчас мы в основном используем комбинированную терапию. Мы также можем встретиться с прогрессированием другой опухоли у пациента, или все-таки это уже более редкая ситуация. И второй вопрос, должны ли мы как-то вот эту вторую опухоль, ну, пытаться что-то там изучать, например, НРАС-мутацию, прежде чем назначить комбинированную бирафт-терапию? Большое спасибо за удачный вопрос. Ну, у меня просто не было времени вникать в детали. Абсолютно вы правы, да. Случаи вот такой явной прогрессии, описанной преимущественно на монотерапии, когда добавляли мег-ингибитор, то эта прогрессия останавливалась, вот эта прогрессия второй опухоли. Несколько наблюдений есть. Так или иначе, если мне не изменяет память, то и на комбинированной терапии все-таки отдельные неудачи пробуждения второй опухоли просто не настолько ярко, они могут иметься. Да, там действительно, если есть мутация в генах РАС, то этот эффект более выражен, я бы никакого тестирования не делал. Значит, на сегодняшний день все-таки я думаю, что если говорить о клиническом решении, то оно по совокупности. Значит, не секрет, что у нас все-таки с препаратами остаются проблемы, поэтому соблазн назначить хоть что-то, когда нет комбинации, он остается, и я думаю, что это будет вечная проблема. Соответственно, вот этот, давайте так сформулируем, та категория пациентов, которым категорически нельзя назначать монотерапию, если что-то делать, то комбинированную любой ценой. Ну и плюс все-таки вот эти, грубо говоря, ожидания эффекта какие-то, ну они, то есть соотношение рисков и ожидания эффектов, ну на то и клинические случаи на самом-то деле, потому что... Я считаю, что нет, потому что, ну хорошо, там... Ну хорошо, вот допустим, пример, опухоль, эти случаи единичные, есть пример прогрессии опухоли поджелудочной железы, ну которая тоже была, там кайрас-мутация практически всегда будет, сходя из соображений механизмов, да, раз мутированная опухоль, толстая кишка описана, и поджелудочная железа описана, но они будут, по идее, быстрее, но, честно говоря, что это дает? Все равно, если вторая опухоль, грубо говоря, то надо опасаться, что будет ее прогрессировать. И здесь уже это все отдельные случаи, где как раз они, несомненно, на консилиумное решение, что опасно, какие ресурсы, чего мы добиваемся и так далее. Да, пожалуйста. Евгений Новгородович, а у меня вот вопрос обратный к тому, что вы про повторное тестирование говорили, но вот реальность клинической практики буквально этой недели, да, есть пациентка, в которой есть первично множественные меланомы спине и наконечности, у нее есть прогрессирование заболевания в настоящее время, у нее по метастазам не было выявлено прав мутации. Вот стоит ли у этой пациентки брать повторную... Абсолютно, абсолютно, потому что именно из тех очагов, которые прогрессируют, потому что так как это первично множественная меланома, и мы всегда можем ожидать, что у нас какие-то есть нюансы, что что-то новое, есть вероятность, что именно в этих очагах обнаружится бироах мутация, и тогда уже надо будет смотреть как раз вот все ли очаги, которые вызывают беспокойство, имеют это вплоть до того, что и несколько очагов имеет смысл делать, потому что если у вас комбинация бироах позитивных и бироах негативных, но опять же, это все зависит от анатомической представленности очагов, чтобы не доводить ситуацию до абсурда, но в первую очередь надо анализировать те очаги, которые прогрессируют, если там мутация бироах есть, тогда надо ставить вопрос, чтобы все-таки знать, какие у нас менее опасные очаги и какой там бироах статус, если позволяет анатомия, ну много нюансов, я не к тому, чтобы произвести подобие вскрытия до начала лечения, тоже не надо так делать, но там сатологического препарата достаточно зачастую, чтобы сделать вполне достоверный бироах тест. Спасибо. Пожалуйста. Евгений, очень огромное спасибо за блестящий доклад. Меня заинтересовал сплайс-вариант развития брав-резистентности. У меня два вопроса. Часто ли это изменение и гомологичное ли изменение? Понятно, почему спрашиваю, потому что если оба ответа, то есть потенциал для создания лекарства брав-ингибитора после брав-ингибитора. Проблема заключается, что все это по своей сути во многом кабинетная наука. Почему? Потому что на сегодняшний день в реальной ситуации оправдать регулярные повторные биопсии у пациентов очень-очень сложно с этической точки зрения, потому что пациент никакого положительного медицинского решения после потопа бибиоксии, по-английски бенефит называется, ну не знаю, как перевести, как уместно перевести, никакого медицинского значимости для пациента нет. Все вот эти работы, они ограничены единичными наблюдениями, по сути дела, это просто демонстрация возможности. Здесь нет никакой статистики, и, к сожалению, вот это как раз даже при меланоме, где все-таки очень часто метастазирование доступно для ре-биопсий, ну оказывается, в общем-то, затруднительно подобное исследование делать. То, что надо их делать в той или иной степени, несомненно, потому что абсолютно вы правы, там фактически все, что перечислено, и сплайс-варианты БИРАФ, и мутация МЕК, и амплификация БИРАФ, все это представляет какие-то перспективы для терапии последующих линий. Практика показывает, что там, где единственная мутация, как Т790М фирмы это интересует, и они начинают что-то делать, там, где это более гетерогенный механизм, если препараты возникают, то случайно, как в случае с алкогибиторами, они как бы независимо распространялись, а потом оказалось, что какие-то на разные изоформы воздействуют. Вот так на сегодняшний день. Евгений Науч, у меня два вопроса. Скажите, пожалуйста, ваше мнение о веальной меланоме вместо молекулярно-генетического тестирования, и второй еще раз, сейчас стало увеличение, это увеличение, полное секвенирование гена. Насколько это уместно при меланоме? Значит, о веальной меланоме, ну опять же, я знаю, что у Алексея Викторовича единственный случай веальной меланоме сбирав есть. Моя точка зрения, что когда частота исчезающая низка, тестирование делать не надо, потому что там вероятность найти значимую мутацию, она настолько низка, что, в общем, в этом нет необходимости тестирования. Значит, полное геномное секвенирование, действительно популярный метод. Я, если честно, считаю, что на сегодняшний день, опять же, мы должны не говорить, целесообразно или нет, а оценивать вероятность получения значимого результата. Опубликовано несколько клинических испытаний. опубликованы они в Америке, где в 100 раз выше доступ пациентам к первой фазе испытаний лекарственных препаратов. То есть, это мы понимаем, что в рамках США, где подавляющее большинство новых лекарств производится, сотни испытаний первой фазы. Значит, количество пациентов, которые прошли полное геномное секвенирование, измеряется тысячами. Здесь есть статистика. Вероятность получения медицинского толка составляет 2%. То есть, из тысячи пациентов, которые вошли, примерно у 20, в результате всех этих мучений зафиксирован хоть какой-то клинический эффект. Львиная доля этих эффектов, которые зафиксированы, это просто редкие мутации. Ну, допустим, никому в голову не придет, допустим, авиальную меланому тестировать на Бираф. А вот если у одного из тысячи направить и при полногеномном найдется, вот Бираф мутация находится. То есть, половина этих мутаций, которые, ну, не надо было делать полногеномное секвенирование, надо просто было сделать вот эти все несколько ПЦР-тестов и все. Соответственно, получается, что я считаю, что это, как сказать, в общем-то, вещь спорная с точки зрения соотношения ресурсов и результата. Если сделать поправку на нашу страну, где намного ниже доступность новых лекарственных препаратов, которые не зарегистрированы, то эта вероятность еще падает на какой-то момент. Потому что, допустим, FGFR-ингибитор нашли, вы мутацию не нашли, вы у нас не назначите. А в Америке можно. НТРК-ингибитор у нас его нет, там есть. IDH-ингибитор там его нет, у нас есть. Что представляет, может быть, интерес к экспериментальной, редко, но бывают в меланомах мутации в гене БРК-2. Это очень сложный и очень такой тяжелый тест. Но если есть мутация БРК-2, это там какой-то процент, там может быть чувствительность препаратом платине. Вот если говорить о каких-то перспективных тестах и поиски иголки в 100 десена, ну в качестве эксперимента вот это можно сказать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok